так значит у латгальцев были свои цвета как у бант каждого района свой цвет каждый район дебрена бирсгала дигмая у каждого были свои цвета и то есть если ты приходишь в другой район тебя по цветам сразу определяет что ты не местный начинаются разборки бант ну латгальские разборки бант это в основном были танцы танцы в лаптях мы тоже такие 20 века башмаки тут какие-то из веревок это из кожи наверно пельтеные лапти из бересты а это получается можно надеть померить потанцевать какие-то прялки похоже или за для выделывания а это наверное нитька делать что-то так обозначен процесс что за чем что не буду я все тут перелистывать так у нас коротенькая прогулочка так вот так вот красились нитки натуральными продуктами и вот так вот как макароны сушились ну что теперь пройдем по этому сельскому дворику посмотрим что есть пожилой дом так какая-то клетчь клетчь так вот такой аппарат наблюдали в саласпиусе там он был более разокомплектованный а тут он такой более целый это дымовая труба есть придавший то пушка прямо какая-то такой вот локомобиль называется с 1927 по 1971 год был имелся в собственности хозяев получается передвигался он прямо по дорогам на железных колесах и здесь к нему был такой еще типа прицеп не прицеп на котором стоял машинист забрасывал уголь ну и таким способом передвигался это вот поворачивается штуковина типа как колеса в автомобиле передней вот ну а там типа ведущий мост вот такой вот аппарат это колесо стороны телега была ну это короче принцип понятен а как было в точности неизвестно я отсюда закидываюсь нет наверное все правильно наверное все правильно там была телега так еще один такой аппарат а это уже типа комбайны изготовлены в Риге использовались 20-30-х до 1936 года в Силопиловской волости это что-то вроде комбайна отделял зерна от всего остального так это то ли хлев то ли дом сейчас почитаем подойдем что-то резать похоже что-то было резать так таблички нету таблички нету так в 1870 году привезено из музея в Варнаве ну ладно читать я обычно не люблю немножко темновато это была кузница так получается да это была кузница или кузня подковы, тиски там значит раскалялся металл там накование точильный камень здесь кстати положены старые жернова в качестве ступенек да кстати не показал мешок стоит солюсец это так там отсюда похоже уже зерно ступалось в общем с принципом надо еще разбираться а времени мало ветряная мельница ветряная мельница ну мельница все понятно ветер дует пропеллер путится в опусте ну и там разные механизмы можно насос для подъема воды жернова в общем варианты уже разные это для перемолки зерна скорее всего использовался так то ли идолы то ли башки табличек нету но я так понимаю что это не кладбищенский камень это какая то символизирует то ли с кружками пива наверное это с буханкой хлеба жарного что-то такое банька банька это самое важное в деревне они они разные значит кленовый веник березовый веник там везде все надо читать так разные разные варианты дубовой из папоротника из папоротника даже вот такая вот банька соломенная крыша так тростниковая крыша вот вот столько надо было наложить слоев тростника чтобы получилась крыша тут та же сама банька кадушки вон стиралка автомат стоит всякие кадушки коромысло там уже баня то ли по белому то ли по черному ладно не будем сильно топтаться мокро грязно такая вот не знаю как они правильно называются но это не телега это что-то типа конки наверное запрягалась в лошадью и ехалась типа коляской двухместный автомобиль кабриолет в одну лошадиную силу такая штука судя по всему это уже дом того периода так еще один еще один то ли тумик то ли сарайчик так что это такое получается это похоже для взвешивали зерно гельки нагружали насыпали что-то такое уже для готового зерна муки наверное так сам дом сам дом такой довольно большой дом даже по современным меркам так кланяться надо пониже с моим ростом так тут значит кушали пряли да прялка это ткацкий станок и и кровать и это и это и печка печка лопатка чтобы туда хлеб добывать так это не знаю что это корыто какое-то ступа так прялка прялка в общем такая вот старая обитель так это похоже какой-то это кухня скорее всего зерно зерно ступы скорее всего центрифуга для добычи молока сметана масло масло нет наверно молока сметана так что это за штуковина непонятно стул котел здесь бабушкин сундук и вот еще одна стиральная машина а вот столовая обычно было много детей семьи были большие родители дети внуки везде по пять там шкафы там какой-то сейф прямо ну и вот за такими большими столами сидела вся семья тоже сундук тоже какой-то ну в основном занимались тканями поэтому все связано с нитками и с тканями в основном нитки и ткани в основном преобладали такие шкафы так еще один какой-то домик сарайчик сейчас посмотрим что это было так что же тут было что же тут было маленький столик кроватка это скорее всего домик для каких-нибудь работников если были зажиточные хозяева ну можно конечно сперва читать чтобы потом выдать что-нибудь такое умное но это лениво в общем здесь хранились ежедневные продукты и одежда а летом дочери могли здесь ночевать спать вот вот как то так ну и колодец типа аист в общем то конструкция такая здоровая но достаточно удобно для колодца подвешивалась ведерко так довольно легко все это конструкция приводилась в движение просто тянешь вниз и потом она сама поднимается все достаточно легко и удобно но такую конструкцию собрать это не так уж и просто я надеюсь вот 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 Продолжение следует...